Открывая пресс-конференцию, премьер-министр Кайя Каллас сразу же заявила, что правительство сохраняет прежний ритм, и сегодня в повестке дня 17 пунктов, включая стратегическую программу развития сельского хозяйства ВС на период до 2027 года и законопроект о надежности инвестиций из третьих стран. Вопрос, однако, в том, как долго правительство меньшинства может столь же компетентно работать, да еще в половинном составе. Вчера прошла встреча реформистов с соцдемами и сама, но если первый готов к переговорам, то отечество примет свое решение лишь в субботу, хотя Кайя Каллас с учетом ситуации призвала начать переговоры уже в минувшую пятницу, сразу после официального объявления об отставке министров-центристов. Сегодня премьер дала понять, что иного нового правительства в стране, кроме как обозначенного трио, быть не может. Если переговоры не начнутся или не завершатся успехом, Каллас собирается обратиться к президенту с просьбой назначить внеочередные выборы. Коалиция развалилась, и теперь мы ищем возможность сформировать новую коалицию. Но действительно, если рассматривать все возможности, то внеочередные выборы одна из них. В случае, если мне выразят в этом недоверие, то правительство может предложить президенту провозгласить внеочередные выборы, и в конечном итоге это будет решение президента, объявлять такие выборы или нет. Сейчас реформисты, благодаря активной внешней политике, пользуются большой популярностью граждан Эстонии. Но все планы всех партий построены на очередные выборы, до которых осталось 9 месяцев. В любом случае, несмотря на наступившее лето, и политики рядовые жители все больше задумываются об осенних проблемах. Даже если в субботу И сама предпочет коалицию с реформистами, избиратели потребуют от власти хотя бы контуры мер для обуздания инфляции и компенсации расходов на энергоносители. Кая Калла же по-прежнему говорит о том, что все надо обсуждать комплексно при формировании будущего бюджета. Благополучие людей – это тема, которой надо заниматься и заниматься таким образом, чтобы мы пережили тяжелые времена. Но ясно, что сейчас я не могу дать обещание, что все всем будет компенсировано. Пособия повысятся, налоги уменьшатся. У нас впереди и обычные выборы. И тогда можно было бы все это обсудить. Сейчас ситуация иная, даже не такая, как год назад. В конце июня пройдет саммит НАТО в Мадриде, который должен пересмотреть стратегические планы Альянса с учетом украинского кризиса. В дополнение к этому Финляндия и Швеция выразили желание вступить в Трансатлантический оборонный союз. Кая Калла считает, что на этом историческом форуме Эстонию в любом случае будет представлять именно она. Внешнеполитический фонд в сочетании с вызванными войной в Украине проблемами делает ситуацию крайне сложной, требующей от зрелых политиков отказа от сиюминутных интересов. Политическая система в стране проходит очередную проверку на зрелость. Между тем парламент после двухдневной работы сумел принять лишь 68 поправок к закону о семейных пособиях и 1191. Сегодня реформисты продолжили использование обструкции. Рассмотрение законопроекта продолжится в понедельник. А пока за столом пресс-конференции гордо сидят только реформисты, а изгнанные министры и их сотрудники подсчитывают многотысячные компенсации после ухода с постов. На эти компенсации деньги нашлись. Михаил Владиславов, Пиратер Мировайн, Новости Таллина.